Пульсирующая боль, простреливающая, бьющая током, жгущая. Где мое, где не мое. Утиная походка. То есть это еще один красный флажок для невролога. Уменьшается значимость простых анализов. Клеймо вешают на пациента. Боль, которая не позволяет отвлечься пациенту. Что вы говорите при этом? Походите, наберите симптомов. Мы осмотрим вас в следующем году. Иногда так, да. Нужно работать в команде. Здравствуйте. Меня зовут Аникина Марина. Я врач-невролог. И сегодня мы поговорим о пациентах с болью, которые обращаются не только к неврологам, но и к врачам других специальностей. Меня зовут Дарья Кусевич. Я врач-ревматолог, научный сотрудник нейревматологии. И действительно, боль многообразна. Поэтому часто это мультидисциплинарная проблема, которую приходится решать и неврологам, и ревматологам. Особенно, если это пациенты старшего возраста, либо это сложные диагностические случаи в молодом возрасте. Я предлагаю обсудить пациента и его жалобы. Ко мне чаще всего обращаются довольно молодые мужчины с проблемами боли в спине. И большинство этих случаев, так как описано в мировой литературе, не радикулопатия, не носит стреляющий нервопатический характер, а все-таки это регионарный болевой синдром, это рефлекторный болевой синдром, их 85% случаев. Вот как из них вычленить тех, кто должен отправиться к ревматологу? В первую очередь, это жалоба. Как будет жаловаться пациент на эту боль? Боль воспалительного характера имеет свои паттерны. Это ночная боль, обычно это предутренние часы перед пробуждением, максимальная интенсивность боли. Это утренняя скованность. Пациенты рассказывают по-разному. Мне как будто клин вбили в поясницу. Я как деревянный просыпаюсь. Мне нужно размяться, разойтись. И эта скованность может длиться часы. Такая тугоподвижность по утрам больше 30 минут, больше часа. Это очень важный симптом, который должен дать вам такую пищу для ума. Задуматься, нет ли там воспаления, активного воспаления, которое приводит к такой боли. То есть, в принципе, после завтрака, после того, как пациент уже умылся, размялся, эта боль становится меньше. С движением она становится легче, легче, легче. И в отличие от пациентов с механическим типом боли, наши пациенты говорят, мне к вечеру уже легче, а с утра все опять повторяется. В противоположность этому неврологические пациенты скорее отдыхают за ночь. И появление ночных болей все-таки для нас красный флажок. Мы должны исключать помимо ревматологических заболеваний еще и онкологические процессы. То есть, для нас это действительно значимо. Бывают ли повышения температуры у таких пациентов? На высоте воспаления. Если мы понимаем, что пациент жалуется не только на боль в поясничной области, но и на выраженную скованность. Она длится несколько часов, 2, 3, 4 часа до полудня, весь день не отпускает пациента. У него появляются боли в мышцах, боли в периферических суставах, в коленных суставах, в голеностопных суставах, припухлость в зоне суставов и местах крепления сухожилий. В таком случае возможно именно на высоте воспаления появление температуры. Но температура при системных заболеваниях чаще субфибрильная. Она не поднимается до 38-39 градусов, как при интоксикационном синдроме, при инфекциях. И с приемом противовоспалительных препаратов проходит так же, как и становится легче болевой синдром на этом фоне. То есть это еще один красный флажок для невролога. Помимо ночной боли, появление температуры, все-таки не характерно для неврологической симптоматики, должно быть расценено как нечто другое в рамках ревоматологического процесса возможно. Возможно, но, к сожалению, это не самый частый симптом. Встречается он крайне редко. Обычно наши пациенты больше жалуются не на температуру, а именно на такую утомляемость, слабость, мышечную слабость. То есть это общий интоксикационный синдром, но без температуры. Вот если его описывать, можно так сказать. Мы должны не забывать про синдром Рейтера. Это инфекционный процесс, который может приводить также к поражению и фасеточных суставов, и периферических суставов, собственно, к артритам. Будет сопровождаться уретритом и увиитом у пациентов. Чаще всего природа этого процесса либо урогенитальные инфекции перенесены, либо кишечные инфекции. И это может привести к развитию спонзиловой артропатии, с последующим уже аутоиммунным воспалением в зоне и крестцово-подвздошных суставов, что приводит к поясничной боли у наших пациентов, боли в нижней части спины, и к последующим воспалительным проявлениям в периферических суставах. То есть будет специфическое изменение подвижности позвоночного столба, которое оценивает невролог на своем приеме рутинно. Таким образом, как вы правильно сказали, что пациент жалуется на то, что он не может одинаково наклониться и разогнуться ему тяжело. В то время как пациенты неврологического толка, они больше склонны принимать сгибательную позу, им так легче. В этом будет разница. Правильно я понимаю? В этом будет разница. Нашим пациентам сложнее согнуться. И большинство тестов, которые мы используем в диагностике пациентов со спонзиловой артропатиями, связаны именно с нарушением экскурсии. Нарушение экскурсии грудной клетки, нарушение сгибания в грудном отделе позвоночника, нарушение сгибания в поясничном отделе позвоночника, как бокового, так и прямого сгибания, это симптомы, которые характерны уже для болезни Бехтерева, когда есть выраженные изменения, когда происходит анкилозирование суставов и именно такое патологическое нарушение функции суставов. В рутинной клинической практике обычно таким пациентам с тугоподвижностью очень часто назначаются миореваксанты, которые часто не дают облегчения и наоборот провоцируют слабость мышц, и пациент становится еще менее подвижным из-за этой слабости. Будет ли показанием косвенным возможно? Если невролог расценил своего пациента в рамках неврологической симптоматики, назначил миореваксанты, это привело к ухудшению состояния, направить такого пациента к ревматологу? Это будет показанием к дообследованию такого пациента, и, конечно, здесь мы должны комплексно оценивать результаты не только осмотра и эксювантибус, именно работа терапии назначенной, но и есть ли воспалительные изменения, именно острофазовые показатели, это сои, цирреактивный белок, и их повышение будет указывать на происходящее воспаление в организме у нашего пациента. Помимо всего прочего, мы должны знать, есть ли в кровной линии у пациента, встречались ли заболевания ревматологической природы. Иногда это не так важно, чтобы это было определенное заболевание, а именно аутоиммунный компонент поражения суставов. Помимо этого, миореваксанты имеют ограниченное, но позитивное действие у наших пациентов, которые длительно страдают болезнью Бехтерева, анкилозирующим спондилитом, как в современной уже практике мы пытаемся переучиться на более такое название правильное. Потому что мышечно-тонические синдромы встречаются у наших пациентов достаточно часто, и мы советуем в большей степени даже, чем придерживаться терапии, хотя это тоже очень важно, выполнять ежедневную лечебную гимнастику, укреплять мышечный каркас, и это неотъемлемая часть лечебного процесса. Я предлагаю, давайте обсудим терапию, которую обычно невролог назначает, и она может, возможно, микшировать проявление ревоматологического заболевания. К примеру, в рекомендациях международных на первом месте, в более нижней части спины, стоит гимнастика. Только следом, при неэффективности гимнастики идет применение нестероидных противовоспалительных, и при их неэффективности идут эжиопиоидные анальгетики. В реалиях мы часто сталкиваемся с тем, что примет различные схемы лечения, в том числе блокады с кортикостероидными препаратами, в том числе назначение витаминотерапии в сочетании с НПВС сразу же на момент обращения. Что вы можете сказать по этому поводу? Насколько это мешает действительно прийти к правильному диагнозу? Насколько это спутывает карты на момент диагностики? В первую очередь обращение к врачу, так сказать, смежного региона по интересу. Боль в спине все-таки находится между дисциплинами. Часто приводит к очень позднему установлению диагноза и началу правильного лечения у наших пациентов. В среднем, по данным исследований, пациенты с анкилозирующим спондилитом получают свой диагноз через 10 лет от дебюта заболевания. То есть это момент, когда уже есть деформации, есть необратимые изменения, есть анкилозы, и терапия может дать ограниченный эффект. Мы не сможем вырастить новый сустав у этого пациента, не сможем изменить костное строение, которое сложилось патологически. Если мы применили гормональные препараты на момент первичной консультации диагностики, сделали блокады, например, паравертебральные, насколько это пациенту будет уместно, неуместно? То есть мы навредили пациенту, мы отсрочили диагностику, мы сейчас что-то сделали неправильно, если мы неправильно расценили пациента? Мы отсрочили диагностику. Пациенту от однократного введения гормонального препарата паравертебрально в область крестцово-подвздошных суставов травматологи выполняют эти инъекции. Это приводит к облегчению боли, к общему противовоспалительному эффекту. Но мы должны понимать, что действие таких инъекций ограничено, оно быстро заканчивается, особенно если воспаление более активное и превышает возможный потенциал вводимого препарата и вводимой дозы. И помимо всего прочего, часто это трудоспособный возраст. И часто мы сами не обращаем внимания на какую-то ломоту, боль. Это постепенно начинающаяся боль. То есть снять острый период и бегом на работу, не обращаться дальше. Тем более, что доктор на приеме его ничего не смутил, он не направил к другому специалисту, не сказал, что что-то выходит за рамки его компетенции. Если мы говорим, например, о частой причине обращения, это женщины, которые выносили беременность, родили, возникает теперь потребность носить ребенка на руках, укачивать и так далее. Часто они обращаются, и это также может быть радикулопатия, когда смещается центр тяжести, прижимается корешок, нарушение чувствительности, боль в регионе, которая иннервирует этот корешок, плюс снижение силы, возможно, в мышцах данного региона. Это более такая четкая, понятная ситуация для невролога. Невролог осуществляет лечение, все хорошо. Опять же, регионарный болевой синдром, рефлекторный болевой синдром, которых, опять же, очень много. Молодая женщина перенесла беременность. Как правило, для нас это все равно зона повышенного интереса в плане возможного развития аутоиммунных заболеваний в связи с гормональной перестройкой. И как часто обращаются такие женщины к ревматологу, может быть, напрямую, или их отправляют коллеги? Такие женщины достаточно часто спрашивают совета и обращаются на консультации. Даже среди знакомых часто бывает кто-то, ну, доктор же, почему болит спина? Обычно это не так глубоко, что там регионарный мышечно-тонический, все равно. Почему у меня болит спина? Я ношу ребенка, вот ребенок маленький. Наклоняюсь и кладу его в коляску, в кроватку, достаточно сложно выбирать иногда позу. У меня здесь больше к вам, Марина, вопрос. Какие, так называемые, красные флаги, да, какая должна быть боль, какая жалоба, чтобы мы понимали, ревматологи, что это пациент не нашего профиля. Конечно, такая жалоба у молодой женщины может насторожить. Но, опять же, учитывая то, что есть механический компонент, постоянно повторяющийся часто движение, статика, нагрузка, я понимаю, что это скорее в сфере невролога. И невролог будет одним из первых врачей, которым я направлю такого пациента. Здесь действительно существует мультидисциплинарный компонент, потому что действительно нарушается поза, изменяется поза, меняется положение центра тяжести. И не сразу после того, как нужно было компенсировать, балансировать с животом, не сразу приходят в порядок мышцы, которые находились в другом векторе нагрузки. Вот утиная походка, как иногда говорят, как уточки ходят беременные. Как уточки ходят, да, беременные, потому что меняется положение таза, соответственно, перераспределяются тяги, которые держат этот таз в момент подготовки к родам. То есть таз разворачивается, готовится к родам, поэтому у женщин беременных у них такая горделивая осанка, немножечко получается как попа назад, да, прогиб такой очень красивый, со спины очень красиво выглядит. Когда уже роды случились, мы должны вернуться в свою обратную позицию по мышцам, по связкам, по положению костей, костей таза в том числе. И происходят проблемы, когда перегружается поясничный отдел позвоночника именно из-за того, что назад таз не вернулся в свою активную позицию, потому что мы, в противном случае, если это не возникает, мы ходим поясницей, то есть она перегружается, она несет самую большую нагрузку. Соответственно, возникает очень часто, здесь уже регионарный болевой синдром, синдром грушевидной мышцы, когда болит ниже поясницы уже, отдает в тазобедренный сустав, возникают вопросы относительно тазобедренного сустава, нет ли там какой-то проблемы, возникает боль в положении на том боку со стороны заинтересованной мышцы, поскольку грушевидная мышца крепится от крестца до бедренной кости, соответственно, в области тазобедренного сустава и происходят вот эти неприятные ощущения. Как правило, невролог знает эту особенность, и он спокойно дифференцирует напряжение именно грушевидной мышцы от патологии тазобедренного сустава, и здесь это наш пациент. Если непосредственно при выполнении суставных проб на отведение бедра, при введении бедра у нас возникает боль в тазобедренном конкретно суставе, а не в ягодице, то мы уже здесь говорим о том, что нам действительно нужна помощь, поскольку женщины, которые не родили, они, соответственно, входят в категорию молодого возраста, и в молодом возрасте проблема с суставами должна решаться, я думаю, что с ревматологом, правильно, и в каких-то случаях с ортопедом. Это очень интересный момент по поводу и поражения тазобедренных суставов, и поражения крестцово-подвздошных суставов у женщин, которые особенно выносили крупный плод, больше 3,5 кг, больше 4 кг. Это достаточно массивное давление на таз, и мы знаем, что сакролит – это не только симптом спондилоартропатии, это не только симптом анкилозирующего спондилита, это изменение контура суставных поверхностей, это изменение ширины суставных поверхностей в крестцово-подвздошном суставе, это возможно выявление и отёка костного мозга при МРТ в режимах с подавлением жировой ткани, то, что мы именно ищем при анкилозирующем спондилите, при диагностике. Но характер этого поражения будет отличаться. Мы увидим одностороннее поражение. Оно будет не таким активным, не той степени, не второй, не третьей степени, как мы видим при анкилозирующем спондилите. Не будет симметричности поражения. И максимальное повреждение будет развиваться субкортикально, то есть максимально приближено к суставной поверхности сустава. Можем ли вы полагать, что это состояние обратимое, поскольку нет больше давления этого крупного плода на тазовые кости матери? То есть насколько эта ситуация излечима, если в свое время обратиться? Именно у беременных женщин, у которых развивается сакроэлит после беременности, это в большинстве случаев саморазрешающаяся ситуация. Сакроэлит в крестцово-подвздошных суставах без постоянной нагрузки постепенно сходит на нет, потому что нет механического компонента, который постоянно развивает вторичное воспаление. У какого врача может лечиться такая женщина? То есть уместно будет неврологу сказать, что это не мое, обратитесь к ревматологу, либо это не имеет значения, кто назначит неспецифическую терапию, понаблюдает и какой срок надо понаблюдать, чтобы сказать, что мой срок наблюдения за вами окончен. Ситуация выходит как-то из-под контроля, из-за логического завершения. Нам нужна помощь ревматолога. В такой ситуации я бы отвела две недели на наблюдение у невролога на фоне противовоспалительной терапии. И если по истечении этого периода симптомы разрешаются, то стоит говорить о благоприятном течении этого состояния, которое может и дальше оставаться под наблюдением невролога. Если мы получаем ситуацию, когда после проведенного курса противовоспалительной терапии по окончанию приема препаратов возвращается болевой синдром тугоподвижность и начинают нарастать эти симптомы, конечно, здесь уже стоит подключать и лабораторную диагностику, в том числе, мы всегда надеемся, что она подключена с первого этапа. А какой лабораторной диагностики на первом этапе уместно сказать? То есть я как невролог должна назначить своему пациенту общий анализ крови, посмотреть биохимию, общий анализ мочи, цирреактивный белок. Этого достаточно, чтобы не лезть в какую-то специфику и понимать, что у меня пациент без активного воспаления. Этого достаточно. Да, и часто уменьшается значимость вот этих самых простых анализов в диагностическом именно процессе, потому что по общему анализу крови мы можем увидеть, есть ли увеличение лейкоцитов, есть ли изменения в лейкоцитарной формуле, то есть есть ли какие-то, возможно, инфекционные или бактериальные природы процесса у нашего пациента, которые приведут также к повышению и скорости оседания эритроцитов, и к повышению цирреактивного белка. И тогда, соответственно, это не мое и не ваше. Договорились. Спускаемся ниже. Мы можем сказать о том, что редко бывает, но с нарастанием нагрузки часть пациентов, может быть, пациента, которые действительно перенесли беременность, молодые женщины, будут жаловаться, например, на слабость на ногах. К примеру, это будет безболевая слабость, им будет сложно встать с корточек. И здесь как раз я хочу предостеречь, не пропускать таких пациентов, потому что действительно любые гормональные изменения могут приводить к аутоиммунным заболеваниям, но также неврологического спектра. Здесь нам очень важно не пропустить дебют либо нарастание симптоматики у недиагностированных раньше пациенток с миостеней. В моей практике как раз был такой случай. На тот момент женщина родила уже два их детей. Была дискоординация родовой деятельности. Мы потом уже собирали эти куски истории заболевания, и роды прошли нормально, детки родились. Здесь была слабость в руках и в ногах, не специфическая. Достаточно долго мы не могли установить причину. Пациентка тоже очень характерно, не конкретно выражала свои жалобы, пока не начались уже нарушения со стороны глазодвигательных мышц. Пациентку очень долго обсуждали в плане рассеянного склероза, но в итоге поставили миостынию. Как ревматологу увидеть такого пациента? Ведь у нас есть идиопатические воспалительные миопатии. И при миозитах воспалительной природы у наших пациентов также есть мышечная слабость. Да, есть миозит с включениями, особая нозологическая форма. Здесь вопрос действительно у сложных пациентов должен решаться с привлечением различных специалистов, в том числе с включением методов и фармакологических проб, с привлечением инструментальных методов обследования, таких как электромиография, таких как МРТ, который показывает, как раз выявляет миозит с включениями. Я думаю, что прежде всего мы исключаем самые частые проблемы, такие как миостынию, миостыноподобные синдромы. Далее мы идем по усложняющимся протоколам. Возможно, мы доходим уже до компетенции такой смежной, я не думаю, что мы до конца ее поделили, воспалительной миопатии, когда в равной степени в команде должен решать эту проблему и невролог, и ревматолог, поскольку у нас близкие методы диагностики, близкие методы лечения. Возможно, мы смотрим под другим углом, что дает наибольший эффект для нашего пациента, наилучший результат. Я думаю, что нам надо дружить, не только говорить «это не мое», здесь нужно работать в команде. Давайте поговорим о проблеме, о нагрузке на руки, лучезапясные суставы. Это тоже возникает в различном возрасте. Если, например, это возникает в молодом возрасте, о чем мы прежде всего должны подумать? Пациент в молодом возрасте, до 40 лет, появляется боль в лучезапясных суставах. Тут важно понять, это только боль или есть еще припухлость, изменение контура, сглаживание контура сустава. При каких движениях появляется или усиливается боль. И, помимо этого, мы должны знать характер работы пациента. Это женщины-парикмахеры, часто механические боли появляются в лучезапясных суставах, которые связаны с вторичным воспалением, которые связаны не с аутоиммунным поражением сустава. Часто это рукодельницы, это монотонные повторяющиеся движения. Это ваше? Это скорее наше, потому что это механическая проблема, которую нужно решать через осмотр, потому что мы смотрим, как у нас располагаются анатомические ориентиры, в том числе прикрепление мышц. И здесь невролог немножечко выезжает на поле деятельности ортопеда, консервативного, в каком плане. То есть мы смотрим, как у нас располагаются плечи, как у нас располагаются суставы, нет ли девиации в движениях и в такой привычной уже деформирующей девиации. То есть здесь мы должны устранять этот механический компонент, иногда помогая действительно укрепление мышц данного региона, когда-то помогает в остром периоде дополнительное ношение лангеты, для того, чтобы не травмировать тот сустав, в котором есть воспаление такого неспецифического характера. Должно ли меня насторожить, если у меня при осмотре, при пальпации суставов возникает болезненность не только, может быть, в лучезапясном суставе, но и в пясных суставах кисти? То есть когда мне уже говорить о том, что, возможно, это сочетание какой-то механической нагрузочной фактора влияет, который наслоился, возможно, на вяло текущий процесс ревматологического заболевания? То есть правильно я ставлю вопрос? Да. Именно так поставили вопрос в 2016 году эксперты противоревматической лиги. Мы долго думали, что делать с этим огромным пулом пациентов с недифференцированными артрологиями, то есть болит, но мы не можем поставить какой-то определенный диагноз на данный момент, потому что недостаточно критериев для установления именно точного диагноза. Что вы говорите при этом? Походите, наберите симптомов? Мы осмотрим вас в следующем году? Иногда так, да. То есть пока сходите к неврологу, он пока вас полечит. Набирайте симптомы. У пациентов мы вынуждены ждать развития симптоматики для того, чтобы мы могли уже установить диагноз и начать лечение. Потому что, наверное, ваше лечение более жесткое. Более агрессивное. Это цитостатики, это активные противовоспалительные препараты. Появился новый класс геноинженерных биологических препаратов, которые обладают еще большим противовоспалительным потенциалом и, соответственно, и большим спектром побочных эффектов. Но это не значит, что вы говорите, это не мое. Вы говорите, пока на сегодняшний момент это не мое, но вы возвращаетесь, мы с вашим врачом на связи в идеальном мире. Именно для этого были разработаны критерии артрологии, специфической для развития ревматоидного артрита, подозрительной для развития ревматоидного артрита, которые включают 5 показателей, которые можно установить на консультативном приеме. Это наличие родственника кровной линии с заболеванием ревматоидный артрит, появление симптомов меньше года, поражение пясно-фаланговых суставов, то есть вот этого ряда, утренняя скованность, то есть максимально плохо пациенту в утренние часы, и эта скованность длится не менее 60 минут. То есть пока мы не смотрим никакие анализы, пока мы узнаем у пациента именно, как он жалуется, на что, и есть ли у него какой-то наследственный анамнез. И это включает два уже теста. Это сжать кисть в кулак и поперечное сжатие, которое проводит врач, сжимая поперек пясно-фаланговые суставы. Сжатие кратковременное. У нас есть определенная наработка именно силы сжатия. Да, она не превышает 3-4 килограмма. То есть если мы попробуем нажать на какую-то поверхность, если нет лака, мы увидим момент побеления ногтевой фаланги. Вот это примерно вот такое. Ну то есть лучше, чтобы это делал специалист, у которого рука набита. Чтобы он правильно оценил тест, потому что можно сжать достаточно сильно и получить ложноположительный результат. Или сжать недостаточно и получить ложноположительный результат. Правильно я понимаю? Конечно. Очень субъективный такой тест, да? Мы должны понимать то, что кисть бывает разной. Бывают мужчины с тяжелофизической работой, у которых крупные натруженные кисти. И здесь скорее рукопожатие будет жестким, плотным. Иногда мы еще тестом рукопожатия заменяем тест поперечного сжатия, потому что это на те же суставы мы оказываем давление. И здесь уже я иногда могу вскрикнуть от того, как сильно сжимает мне руку пациент. Бывают женщины со слабыми кистями, которые очень аккуратно могут пожать руку. Здесь тест поперечного сжатия может быть ложноположительным. Поэтому мы оцениваем резко возникшую боль в этом тесте при кратковременном поперечном сжатии. В свою очередь у наших пациентов часто очень подразумевают туннельные синдромы. Вот недавно наша пациентка была общая, которая как раз жаловалась на острые боли в области кисти, в области 4-5 пальцев. И боль была достаточно интенсивной. Она была расценена в том числе специалистами различного профиля и неврологами, и ревматологами, как возможная неврологическая патология. Однако это был не туннельный синдром, а радикулопатия, которая была из-за грыжи в шейном отделе. И весь данный сегмент был болезненный, соответственно, и боль спускалась на кисть. Это была такая вот продленная ситуация. При этом все манипуляции на уровне лучшезапятственного сустава не принесли никакого облегчения, потому что было неправильно диагностировано. При этом пациентка была с ревматологическим заболеванием. То есть это сложная очень ситуация, когда надо увидеть свое и увидеть чужое. Это наш общий пациент. Я рада, что вы вспомнили об этом. Пациентка действительно с тяжелым вариантом ревматоидного ортита. Что вас насторожило, почему вы направили тогда эту пациентку и сказали, вот эта часть не моя, пожалуйста, решите ее? Первый момент – это протяженность боли. Боль не только в зоне суставов. Боль захватывает достаточно крупный регион. Практически вся рука – это была зона, до которой невозможно дотронуться. То есть это, помимо всего прочего, изменение чувствительности в этой зоне. Это не характерно для ревматологического заболевания? Это симптомы, которые могут возникнуть в зоне активного поражения сустава, в зоне около сустава, но они не будут иметь такую большую протяженность. И не будут соответствовать, возможно, сегментарному поражению? Ну, конечно, меня насторожило и то, что пациентка жаловалась еще на затруднение периодическое, непостоянное поворота и наклона головы. Поэтому я уже понимала, что, возможно, зона поражения выше и касается именно иннервации кисти, а не только поражения суставов. Помимо всего прочего, у пациентки была проведена внутрисуставная блокада, лучшезапястный сустав, которая не принесла облегчения и осталась незамеченной по факту вообще для пациентки. Именно по развитию вот этого болевого синдрома он остался таким же ярким, острым. Для боли в суставах даже при активности очень высокой воспаления не характерна пульсирующая боль, простреливающая, бьющая током, жгущая. Да, это все наши характеристики, да. В некоторых даже шкалах обозначается как пчела, такая жужжащая боль, которая характерна для нейропатического компонента. Боль, которая не позволяет отвлечься пациенту, она преследует его постоянно. То есть этот болевой синдром превалирует. Еще я помню, когда вы мне говорили про эту пациентку, вы сказали, «Это ваш пациент, потому что она баюкает руку». И это вот для наших пациентов с радиклопатией очень такой характерный симптом. Найти хоть какое-то положение, которое облегчает боль. Вот это баюканье руки действительно для наших пациентов очень характерно. Если мы говорим о пациентах старшей возрастной категории, здесь очень часто неврологи между собой не могут найти какого-то согласия. Очень часто от тех заболеваний, в которых надо разбираться, действительно ли это то, что представлено. Например, ярким примером является плечо-лопаточный периартрит, который как маска. Вроде диагноз есть, а состояние к нему не подходит. То есть его как клеймо вешают на пациента, очень долго не дообследуют. И за этим может крыться как патология сустава непосредственно, так и действительно другое неврологическое состояние, которое развивается. В частности, я могу сказать, что не часто, но в некоторых случаях болезнь Паркинсона может дебютировать как ограничение и боль в плечевом суставе. И действительно, это ситуация, которая требует внимания и терапевтов, и врачей общей практики, не пропустить, не лечить противовоспалительными препаратами то, что должно лечиться специфично. Здесь я немножечко раскрою эту тему. Для болезни Паркинсона все-таки характерно распространение сначала по одной стороне тела. Эта сторона будет всегда более акцентная в двигательных симптомах, чем другая сторона. Чем раньше началась симптоматика, тем больше она будет представлена. Здесь нужно смотреть на мимику пациента, здесь нужно смотреть на то, как появляются симптомы в ноге. Это может быть шарканье, это может быть тоже тугоподвижность. Однако тугоподвижность есть же и у возрастных пациентов с ревматологическими заболеваниями. Вот в частности, мы тут обсуждали, я знаю, что у вас есть великолепная история про кисть, то есть кисть пациента ревматологического и с запущенным экстрапирамидным заболеванием, протенционизмом, она примерно вот такая. Это деформация кисти. Да, есть классические деформации кисти при ревматоидном артрите. Это лебединные шеи, которые очень похожи на неврологическую симптоматику, возможно, развившуюся, да, такое осложнение бывает у ваших пациентов. У меня есть история из моего отпуска. Мы были с мужем в Испании, в музее Сальвадора Дали, и я минут 10 следила за человеком со спастикой. Потому что, когда работаешь, невозможно не заметить, если где-то встречается какой-то похожий момент, и уже отпуск, я уже отдохнула от работы, мне снова хочется работать. Я ходила за этим пациентом, пока меня не нашел муж. Этого времени мне хватило, чтобы понять, что кисть действительно насильственно вывернута, что есть ограничение движения в лучшезапястном суставе, то есть движения как такового практически нет в этой кисти. И, помимо всего прочего, общим блоком является кисть и предплечье у этого пациента. То есть тут уже, я поняла, что немножечко есть симптомы, которые характерны больше для неврологического поражения, чем в рамках ревматологического заболевания. И это погасиво, мы интересуем. Да, деформации действительно встречаются у нас и у пациентов с выраженной спастичностью в кисти и предплечье, когда возникают деформации. Встречаются при экстрапирамидных тяжелых заболеваниях, встречаются дистонии кисти, пищеспазм как яркое проявление. И дистонии в рамках других неврологических заболеваний. Как нам разделить? Потому что я вот буквально вчера читала такой обзор по деформациям при болезни Паркинсона. Там написано, что очень похоже на ревматоидную руку. А у наших пациентов в результате малоподвижности также будет возникать боль при разгибании. И когда на неврологу, который занимается экстрапирамидной патологией, нужно подумать, а вдруг там существование еще с какой-то проблемой ревматологической. Вот можно это как-то разделить? Красные флажки какие-то. Предположим, это два пациента. Первый пациент – это у которого нестойкая контрактура, то есть не за счет каких-то костных изменений. И этот пациент сможет разрабатывать достаточно быстро, в течение, возможно, нескольких часов в день, сможет разрабатывать и получать хоть какое-то движение в кисти, в лучезапясном суставе. И он будет говорить, что когда он разомнется, ему становится легче. У наших пациентов тоже, когда они примут очередную дозу лекарства противопротенционического на какой-то период, им становится легче, они становятся подвижнее, потом это все уходит. Здесь мы имеем возможность оценить эффект терапии, поэтому это только дополнение к нашему диагностическому поиску. Помимо всего прочего, есть зона интереса в поражении, именно характере поражения суставов. Мы делаем в прямой проекции рентгенографию кисти с захватом лучезапясных суставов. И можем оценить эрозивные изменения, которые есть на суставных поверхностях. Будут ли это похожие изменения на стопах у пациентов ревматологически? Здесь есть некоторая особенность течения ревматоидного артрита. Мы привыкли, что это асимметричные артриты, кисти, стопы, плюс там может быть какие-то еще суставы. Но есть некоторые типы ревматоидного артрита. Они входят в общее понятие серопозитивного ревматоидного артрита, когда у наших пациентов есть положительный ревматоидный фактор, когда поражение именно мелких суставов кисти или мелких суставов стоп меньше, чем поражение лучезапясных и глиностопных, например, суставов. То есть здесь мы не всегда можем угадать… Недиагностические критерии для нас. Это сложный момент. Врач-ревматолог именно при осмотре определяет зону интереса. При пальпации, при движении сустава, будут ли эти суставы отечные, теплые на ощупь, помимо тугоподвижности? Мы уже перешли в такой период обсуждения старшей возрастной группы. И здесь достаточно сложно разделить какие-то артрозные изменения, которые со временем накапливаются с ослабеванием мышечного каркаса, с первично-воспалительными изменениями. Если, например, появляется это заболевание в старшей возрастной группе, например, ревматоидный артрит, это часто считается болезнью старшего поколения. Хотя дебют его может приходиться и на 30 лет, и до 30. В этом случае действительно активные суставы будут красные, припухшие, возможно, горячие на ощупь. Будут при пальпации ощущение флюктуации, то есть внутри есть жидкость. Если это свежий артрит, если это свежие изменения. Но есть вторичное воспаление. И часто мы получаем уже инфильтративные ткани, особенно это коленные суставы, где, возможно, уже есть гонортроз, на вторая-третья степень уже есть боль. И здесь не будет такого большого количества жидкости, именно если мы рассматриваем остеоартроз. Здесь ткани будут как губка, набравшая воды. Они увеличены, объём ткани синавиальной, именно которая выстилает сустав. Они плотные, возможно, там уже есть фиброзные изменения, спайки. И часто эти пациенты путают вот эти два момента, когда острый артрит и хронический, и приходят, чтобы им откачали жидкость из сустава, потому что это даёт мобильность, это уменьшает объём и даёт облегчение. Но не всегда это можно сделать. Поможет ли нам в этом плане лабораторная диагностика? Потому что у неврологов нет специфических тестов. У нас мы можем только исключить, но не подтвердить ни одно из своих заболеваний. Я говорю о том, что в лабораторной диагностике, например, при болезни Паркинсона, с деформацией мы ничего не найдём, у нас будут нормальные анализы. В этом случае, если у нас есть сосочетание ревматологического заболевания, которое может объяснять деформацию, и заболевание неврологического, которое также может объяснять деформацию, какие лабораторные анализы Вы бы рекомендовали использовать у этих пациентов? В первую очередь, это общие анализы, как общий анализ крови, общий анализ мочи, циреактивный белок. Здесь мы увидим воспалительные показатели, сои, циреактивный белок, насколько высок уровень этих показателей. Дополнительными, возможно, анализами будет ревматоидный фактор. И уже более узкоспецифичными являются антитилакцитрулинированным циклическим пептидом, АЦЦП, либо антитилаквиметину, это АМЦВ. Это два показателя, которые характерны для серопозитивного ревматоидного артрита, и они даже более специфичные, чем иногда повышение ревматоидного фактора у наших пациентов, и отражают более агрессивное дальнейшее течение ревматоидного артрита. То есть это позволит нам решить, это не ко мне, это ко мне? Как минимум, это решит вопрос о необходимости консультации ревматологу у этого пациента. Подводя итоги, я хочу сказать, что для врачей общей практики, для терапевтов важным будет жалоба пациента на сложность сжать кисть, на болезненность рукопожатия, особенно у мужчин это принятый способ здороваться, на повышение острофазовых показателей в анализах соиции реактивного белка и на такой показатель, как утренняя скованность. Если пациент жалуется, что утром ему сложно начать движение, и постепенно это становится легче, нужно искать воспаление, и, возможно, в первую очередь этого пациента должен осматривать ревматолог. После первичной уже диагностики, получения анализов, общего анализа крови, церия активного белка и ревматоидного фактора. То, что в возможностях терапевтов, врачей общей практики. В свою очередь неврологический пациент. Скорее, это будет пациент, у которого есть нейропатическая боль, тогда это точно неврологический пациент. Это боль простреливающего характера, достаточно такая агрессивная, активная. Действительно, она не дает отвлечься от этой боли. Это боль, которую пациент хочет убаюкать. Это пациент, с которой он ищет положение и не может его подчас найти. Это боль, которая утихает все-таки немножечко в ночные часы, не приводит к такой выраженной скованности. И наоборот, наш пациент на нагрузку реагирует хуже. То есть ему нужно немножечко как-то посидеть, полежать иногда, принять удобную позу. Эта поза будет характеризоваться большим сгибанием тела. Он как бы обнимает себя, принимает позу эмбрионов, которая более ему привычна и удобна. Может быть, подтягивает какую-то ногу. Более удобное положение на одном или на другом боку. Это боль, которая не обостряется и не активна действительно в ночные часы. Это боль, которая не сопровождается припухлостью, не сопровождается выраженным отеком. Однако субъективно, если болит спина, это региональный болевый синдром. Если мышцы вовлечены в процесс, то при прикосновении к данной зоне может быть ощущение, что эта зона более теплая, чем рядом лежащая. Это боль, которая диагностируется либо по данным МРТ, мы видим, что причина – это боли грыжа, отек в области корешка, либо это боль, которая лежит четко в границах интереса данного корешка или нерва. Боль, которая сопровождается другими нарушениями чувствительной функции. Боль, которая сопровождается слабостью в мышцах и препятствует каким-то активным движениям. Для врачей общей практики я всегда даю совет такого пациента лечить первичным назначением не более трех дней. Если за три дня боль не уменьшилась более чем на 50%, это показания обратиться к неврологу для того, чтобы скомбинировать терапию таким образом, чтобы она была не только эффективной, но и безопасной, потому что мы не можем бесконечно долго принимать противовоспалительные препараты без угрозы для здоровья желудка и так далее. Возможно, нужно уже подключать более активную обезболивающую терапию и не оставаться на тех первичных базовых препаратах, на которых мы тестируем эффективность и легкость этого симптома. И в части случаев действительно большим подспорьем являются грамотно подобранные упражнения. Мы оцениваем позу пациента, мы оцениваем, как он движется правильно и неправильно. В частности, у меня очень много пациенток возрастных. Когда плечи повернуты вперед, когда они подняты вверх, из этого положения поднять руку практически невозможно без боли, потому что смещаются именно анатомические ориентиры. Получается, что причиной боли неправильное использование мышц. И когда мы видим это, обращаемся к кинезиотерапевтам, к инструкторам ЛФК, акцентируем внимание на том, что мы увидели, уже даже не медикаментозно, либо с маленькой медикаментозной поддержкой пациент находит облегчение и, более того, стабилизирует свое выздоровление дальнейшими тренировками. Поэтому на это надо тоже обращать огромное внимание и понимать, где мое, где не мое, и правильно назначать терапию своим пациентам. Очень интересно, у нас появился еще один врач, кинезиолог. И я хотела бы сказать отдельно о том, что как врачи узких специальностей, и я, и вы, мы не можем работать отстраненно от других врачей. И часто нам необходима такая мультидисциплинарная команда для того, чтобы мы могли совершить это чудо и привести нашего пациента либо к выздоровлению, если это остро возникшая боль, и можно быстро скомпенсировать болевой синдром и привести к улучшению, либо это ремиссия, что чаще в нашем случае при ревматологических заболеваниях. Надеяться на то, что это произойдет самостоятельно для пациентов все-таки не стоит. И именно такая комплексная работа со своим доктором и доктора с врачами других специальностей, которые могут помочь облегчить состояние, это самый главный и самый оптимальный путь для улучшения состояния. Все-таки боль – это самый небезопасный симптом. Будьте здоровы! Благодарим вас, что вы были с нами в студии Первого медицинского канала. Всего доброго!